В доме 6 по улице Стрелковой живут более полутора тысячи человек. Много это или мало по современным меркам судиться ложно. Но очевидно одно. Принять общее коллегиальное решение здесь не так уж и просто. Камнем преткновения и главной причиной споров у жильцов стала канализация. Пока одни честно соблюдают все правила, другие их откровенно нарушают. И в буквальном смысле смывают туда все подряд. У людей отсутствует культура пользования канализацией хозяйственно-бытовой. Проще говоря, жители спускают все, что есть. Памперсы, салфетки и прочие вещи, которые нужно выкидывать другим способом. И в результате этого жителям было разъяснено правила пользования хозяйственно-бытовой канализацией. Как результат таких действий летом этого года в трубе произошел засор. А затем и подтопление подвала. Подобная ситуация случилась и в октябре. На данный момент последствия аварии ликвидированы. В подвале сухо, посторонние запахи отсутствуют. Мы уже встречались с представителями администрации города, с представителями ВД-канала, о чем 18 ноября был составлен соответствующий акт. В этом акте было зафиксировано отсутствие всяческих подтоплений, а также неприятных запахов. Но не все жители с этим согласны и продолжают писать письма в разные инстанции. Тем не менее, управляющая компания решила узнать мнение у самих жильцов. Мы бы хотели поинтересоваться, как собственника нежилого помещения, есть ли какие-то посторонние запахи подвала, какие-то подтопления подвала. Когда-то вы по этому поводу обращались ли в управляющую компанию? Нет, по курсу нету, все хорошо. И запаха тоже постороннего не было? Запаха тоже постороннего не было, ничего. Все сухо, чисто. А сравнивать жителям есть чем. При последнем засоре канализации они запах ощутили. Коммунальная служба сработала оперативно. Я приехала с дачи месяц назад. Где-то в конце октября, в первый день, утром почувствовала какой-то запах. Но прошел буквально час. Думаю, ну вот же, ребята, молодцы какие. По словам представителей управляющей компании, причину в проблеме необходимо искать в первую очередь себе. Как минимум, соблюдать элементарные правила. Не бросать посторонние предметы в канализацию. Алина Саваш, Андрей Капустин, Первый Матичинский.